Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Умелые ручки», а я её ведущий, неповторимый Алекс. В этом зале сейчас находятся претенденты на участие в нашей игре. Каждый из двух счастливчиков, которым повезёт стать участниками, получит определённую сумму денег, на которую они должны сделать ремонт и преобразить выделенный им уголок. Это интересное задание. Участники могут дать волю фантазии, главное уложиться в бюджет. А тот, чей дизайн интерьера окажется лучше, станет победителем шоу. Зрители, как думаете, кто выиграет главный приз? Стефани, крути колесо! И сейчас мы узнаем, кто же будет участвовать в игре. Итак, первый счастливчик — это... Оу, девушка с чудным выражением лица. Эм, осталось её найти. Так, надо что-то придумать. Колесо Фортуна указало на меня. Я в этом сомневаюсь. Она врёт, это я. Вряд ли. Что за жалкая пародия. На фото я. Смотрите. Ура, мы нашли оригинал. Вот это мне повезло. Нечестно, почему она, а не я? С кем же будет состязаться эта девушка? Это я, Николь. Извини, но нам нужно продолжать шоу. Стефани, крути колесо. И вторым участником игры будет... Голова кружится. А вот и наша счастливица. Эй, изобрази удивление, покажись. Ю-ху, это я. Да, пока не удачники. Возможно, остальным в следующий раз повезёт больше. Несправедливо. Я уже пятый раз пытаюсь туда попасть. Ой, а где здесь выход? Что ж, раз все уже в сборе, можем начинать игру. Первым делом мы распределим бюджет. А? Ой, куда она пропала? А Жеклин зря времени не теряет. Эй, мне хоть что-то достанется. Она же сейчас заберёт себе все деньги. Я всё. Сходим после шоу на свидание. О, Николь, настала твоя очередь. Надеюсь, там осталось для меня хоть бы пара тысяч. Эмма, где деньги? О, ура! Стойте. Всего 100 долларов? Почему так мало? На эти деньги девушки могут купить всё, что им нужно для преображения локации. Теперь перейдём ко второму этапу игры. Вы уже знакомы с нашими участницами Николь и Жеклин. А вот и те самые локации, где они смогут дать полёт фантазии и показать свои дизайнерские способности. Та, чей уголок будет выглядеть более стильным, победит. Это будет сложно, но я постараюсь. Кто же победит, оставайтесь с нами, и вы сами всё узнаете. Пора приступать к работе. Но для начала надо переодеться. Так-то лучше. Воу, дороговато. Я должна минимализировать траты. Не так-то уж мне и нужна эта кепка. Да, уж такую беднячку будет несложно победить. Мне тоже стоит сменить лук, и я могу позволить себе не экономить на этом. Ну и что, что бриллиантовая заколка и кольцо дорого стоят? У меня и так много денег. И зачем так выражаться? Мне нужны первоклассные инструменты. Благодарю. Мне тоже дайте. Они что, игрушечные? Больше на маникюрный набор похожи. Ладно, зато стоили дешевле. Мне нужна краска. Как миленько. Но мне ее вряд ли хватит. Ого. Какие цвета выбрать? Они все такие яркие и красивые. И зачем ей столько? Но я хочу что-то особенное. Для моей задумки мне понадобится слиток золота и терка. Жеклин предпочитает экстравагантный стиль. И ее дизайн интерьера будет выглядеть дорого. Ведь она может себе это позволить. Я собственноручно сделаю настоящую золотую краску. Теперь надо подготовить стены. Надо использовать краску с умом. Все-таки у меня ее не так много. Стоп. Она закончилась раньше, чем я думала. О, у Жеклин есть целое ведро подходящего мне оттенка. Отлично. Теперь можно начинать красить. Надеюсь, никто не будет против, если я одолжу у нее немного. Хотя, чего я волнуюсь, она точно не будет ее использовать. Если я покрашу всю стену в зеленый, то будет выглядеть скучно. Это будет оригинальный дизайн. Надо все точно измерить и обозначить. Дальше мне понадобится малярная лента. Хорошо, что она недорого стоит. Фух, закончила. Правда, я немного перестаралась. Главное, что ленты хватило. О, так в карманах был бонус в виде перчаток. С их помощью я не испорчу свой маникюр. Повезло же мне. Так, Николь, хватит отвлекаться на всякие мелочи. Надо закончить с покраской стен. Не забывайте про экологию. Вы можете сдать использованную малярную ленту на переработку и получить за это деньги. А мне досталась губка. Но я знаю, как ее использовать. Аккуратно вырезаем нужную форму. Получился штамп в виде сердечка. Только вот у меня нет нужной краски. Хотя, я знаю, у кого я могу ее одолжить. Жеклин все равно сейчас слишком занята. Теперь отпечатываем рисунок на стену. Мило получилось. Повторим-ка. Какая прелесть. Я довольна результатом. Интересно, а как дела у Жеклин? Осталось совсем немного и можно убирать ленты. А эту стену я сделаю лиловой. Стильное сочетание, правда, Николь? Ого. У меня вышло ничем не хуже. Что дальше? С полом тоже придется поработать. Стефани, чем могу помочь? Мне нужен ковер. Сейчас принесу. Вот как тебе. Он сюда совсем не подходит. А этот? Дешевый материал. Мне не нравится. О, а эта идея. Хорошо, что у меня есть достаточно денег, чтобы сделать красивый пол. Ковер из наличных. Что может быть идеальнее? Хочу себе домой такой же. Что? Завидно? Еще чего. Стефани, подойди сюда. Пожалуйста, мне нужна твоя помощь. Что-то подсказать? Помогите мне найти подходящий ковер. Сейчас посмотрим, какие есть варианты. О, посмотри, этот очень красивый. Эм, нет, он совсем не подходит. А как тебе этот? Он даже дороже предыдущего. Что еще есть? О, это именно то, что нужно. Набор садовода? Да, такое вряд ли кто-либо делал. Держи. Вот твоя лопата. Лейка. Ну и, конечно же, семена. Желаю удачи. Спасибо. Не зря же я каждое лето помогала бабушке на ферме. Зато теперь знаю, что делать. Теперь поливаем. Ох, она тяжелая. Со специальной лампой трава будет расти быстрее. Мои старания дали свои плоды. Теперь здесь есть мини-газон. Смотреть на этот денежный ковер одно удовольствие. Зато я ближе к природе. Что же успели сделать наши участницы? Ого, роскошный пол. Вау, а здесь можно садить цветы. Их работы впечатляют. Что будет дальше? Все, ставьте его здесь. Этот диван такой красивый, так и хочется на нем посидеть. А еще он безумно удобный. Ну, конечно, за такую-то цену. Знаешь, здесь не хватает тумбочки, займись этим. Вот как вы и просили. Супер, можешь идти. И где мне достать дешевый диван? О, сэр, постойте. У меня есть к вам вопрос. Что я могу купить на эту сумму? Хм, жди здесь. Сейчас что-то придумаю. Вот, можешь не благодарить. Эм, ну ладно. И что мне делать с этими поддонами? О, знаю, для начала я их покрашу. Пришлось немного потратиться на белую краску. Но этот цвет точно подойдет. Сделаю из поддона в диван. Он отлично впишется в этот угол. Эй, у вас есть пустые банки из-под краски? Несите сюда. Благодарю. Сделаю из них ножки. Так, что мне еще надо? Этот мягкий поролон заменит матрас. Давайте спросим у Николь. Как она справляется, имея при этом всего 100 долларов? Это сложно, если честно. Боюсь, мне не хватит денег на декор. Не беда, я могу тебе помочь. В местном магазине как раз проходит распродажа. Все эти вещи продаются по скидке в 90%. И цвета хорошо сочетаются. Вы меня очень выручили, спасибо. Получилось неплохое место для отдыха. О, что же задумала Николь на этот раз. В уютной комнате должна быть прикроватная тумбочка, где можно хранить всякую мелочь. Какая же я молодец. И куда же без цветов? Они-то точно оживят пространство. Время есть, а я заслужила отдых. Сделаю перерыв. В одном из роликов Трум-Трум я видела, как из наполнителя делают облако. Приклею его на жвачку, чтобы хорошо держалось. Отлично превращу стену в настоящее небо. Это комната мечта Софт Геу. Только она плохо вписывается в интерьер. Надо ее покрасить. У меня же еще осталась моя любимая золотая краска. Вот совсем другое дело. Только ручка выглядит слишком скучно и бедно. Чем бы ее можно заменить? Этот бриллиант прекрасно подойдет. Декоративные подушки есть, а вот стена выглядит пустой. Надо с этим разобраться. Мне надо выбрать картину, которая затмит облака Николь. О, это же знаменитая Мона Лиза. Именно она мне и нужна. О, мисс, можно вас на минутку? Чем могу помочь? Я хочу купить эту картину прямо сейчас. Извините, но это произведение искусства не продается. Это главный экспонат музея. Уверены? Деньги для меня не проблема. Неужели? Растак, то с вас три миллиарда долларов. Сколько? Нет, это слишком дорого. А что насчет этих подсолнухов? Они мне тоже нравятся. Пятьсот миллионов долларов. Эм, это мне тоже не подходит. А сколько стоит эта картина? Семьдесят пять миллионов. А это? Пятьдесят миллионов. Так, мисс, если вы ничего не покупаете, не тратьте мое время. Я не ожидала, что здесь все настолько дорогое. О, художник. Это выйдет настоящий шедевр. Извините, а вы продаете свои картины? Эм, да. Я, кстати, местный знаменитый художник. И сколько же стоят ваши творения? Тысяча долларов за картину. Отлично, я покупаю все. Правда? Да, вот, держите. Наконец-то их хоть кто-то оценил. Теперь я точно закончила. Ее уголок выглядит намного лучше моего. Что же мне делать? Я точно проиграла. У меня почти не осталось денег. О, фантик. Но что я могу сделать из одного фантика? Картину в стиле минимализм? Ну, у меня даже холста нет. Хм, рамка? Небеса меня услышали. Это мое! Положи на место, эта рамка мне очень дорога. Но она мне так нужна. Не отдам. Может, ты хочешь что-то взамен? Думаю, за теплый чай с печеньками можем договориться. Хорошо, жди здесь, сейчас все принесу. Вот, угощайся. Спасибо. Если хочешь, можешь еще что-то взять. Серьезно? Отлично, мне нужны еще фантики. Этого должно хватить. Хорошего дня. И тебе. Сейчас мы будем творить искусство. Берем наши фантики и делим их по цветам вот так. Теперь нам понадобится жвачка. Именно ее я использую вместо клея. Все-таки я должна экономить. Вуаля. Получился настоящий шедевр. Я готова стать победительницей. Пришло время оценить результаты стараний наших участниц. Вау, Жаклин, комната выглядит невероятно гламурно. Я использовала краску из чистого золота. Купила картину у местного художника. Результат завораживает. Николя, твоя комната выглядит как маленький рай. Ой, ну что вы, я старалась. Как думаете, чья локация выглядит лучше? Голосуйте за мой суперстильный уголок. А я надеюсь, что вам больше понравился мой дизайн. Пишите свои ответы в комментариях под этим видео. Помогите мне решить, кто же должен победить. До встречи!